здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в очередном видео обзор русского интернет-магазина для джумла итак мы с вами остановились на создании двух товаров и чтобы продемонстрировать вам гибкость данной системы данного компонента я покажу вам как легко например убрать вот этот нюанс казалось бы здесь какой-то косячок и нужно лезть в ксс и править это в коде что это у нас такое здесь у нас идет по умолчанию сколько элементов на странице отображать товаров прежде чем появится внизу постраничная навигация то есть по умолчанию 20 в настройках магазина можно выставить разные значения и есть еще такой фильтр мы просто переходим в настройки магазина это у нас вкладка категория и раздел фильтр и навигация фильтр продуктов ставим скрыть список выбора количества ставим скрыть вот как раз таки вот здесь вот этот список указывается сколько на странице выводить товаров это можно оставить и при этом чтобы смотрелось хорошо но пока на данный момент я это скрою просто вам продемонстрировать обновляю страницу и вы видите здесь теперь все ровненько никаких косячков нет и давайте еще я хочу вам все-таки показать как смотреться будет картинка для категории а то у нас пустая вот представляете да у нас вот есть как бы плитка категория и если вы создаете там например другую категорию она будет рядом располагаться то есть у меня получается это так вот видите вот одна категория 2 вот эти вы видите тут картинки также здесь видно количество продуктов если мы перейдем в одну из категорий здесь уже идут телефоны как загрузить картинку в категорию значит вы выходите из настроек чтобы добавить изображение в категории нам нужно зайти в данную категорию мы заходим в плитку категории выбираем категорию смартфоны кликаем на вкладку параметры его здесь у нас есть поле для загрузки изображения кликаем выбрать и загружаем какое-нибудь изображение но я просто для примера возьму то же самое изображение вставить и сохранить после обновления страницы мы видим нас изображение появилось но она здесь слишком маленькой да то есть очень легко мы можем увеличить наше изображение мы закрываем категорию переходим в настройки магазина это у нас список категорий поэтому мы кликаем на вкладку категории прокручиваем ниже и находим высота изображения категории то есть мы выставляем только высоту ширина будет выставляться автоматически в пропорциях ну и ставим например 400 если мы сохраним у нас получается картинка видите вылазить за пределы бокса но зато по ширине она смотрится здесь хорошо видите вот слева и справа вот здесь вот нормальное расстояние до вот этого с серого блока да я сразу скажу что сначала вы должны посмотреть на вашем шаблоне определиться сколько в одном ряду вы хотите видеть продуктов а только потом подгонять уже все размеры сейчас вам просто показываю гибкость данного компонента как легко вы без знания программирования сможете легко управлять всеми элементами всеми деталями да ну и давайте этот бокс удлиним до чтобы вот эта кнопка перейти в категорию было ниже изображение находясь на этой же вкладке категории и у нас вот здесь вот есть такой параметр высота блока это как раз параметр вот этого вот блока серого до который находится за изображением мы двигаем только его соответственно кнопочка будет двигаться вместе с этим блоком например мы ставим место 260 пикселей мы ставим 500 пикселей сохраняемся и обновляемся и вы видите у нас бокс увеличился и у нас здесь кнопочка нормально выглядит количество продуктов но не забывайте что эти размеры вы будете потом еще много расправить потому что здесь еще будут присутствовать разные кнопочки но вот именно в категории наверное не будет а будут присутствовать кнопочки им потом вот здесь уже также вот я зашел сейчас видите в товары и у нас здесь огромная картинка от категории да она висит прямо в товарах ее легко можно убрать то есть чтобы она не отображал в товарах для этого вы переходите в категория потому что мы уже открываем открыто категории нас уже тут идет список товаров вот здесь новички часто могут путаться где настройки категории и где находятся строки категория переходим в категория и изображение категоре и мы нажимаем на кнопку скрыть сохраняем обновляем сайт и у нас изображение улетает и все здесь нормально то есть если здесь Оно у нас присутствует в категории, тут у нас идут товары и ничего не мешает. И еще один момент, я забыл вам сказать, если мы перейдем в товар, мы с вами добавляли к каждому продукту еще две картинки для слайд-шоу. У нас, видите, их нет. Почему? Потому что нужно нам установить отдельный плагин, который идет вместе с магазином. Отдельный плагин для галереи. Их, по-моему, две разновидности, и я сейчас установлю один из них. Я выхожу из конфигурации, кликаю «Отменить», перехожу, значит, «Расширение», «Менеджер расширения», и нам нужно установить плагин. Не знаю, как правильно произнести. Вот он, плагин. JK Images Elevato Zoom. То есть мы его просто переносим и загрузить и установить. Все, у нас плагин установился. Переходим «Расширение», «Менеджер плагинов». Нам его нужно включить, и там еще есть настройки. Если у вас в списке наверху он не отображается, я уже много раз показывал, как это делается. Кликаем «ИД», правильно «Айди» сказать «Да». Еще раз кликаем на «Айди», и вот он наверху у нас установлен плагин. Кликаем по нему, мы его сразу включаем. Добавить обложку «Да», тип масштабирования, линза, внутренний зум. Более детально я рассмотрю все настройки в своем видеокурсе. Оставляю по умолчанию. Смягчение «Да». Здесь в подсказках все по-русски написано. «Увеличение колесиком». Я вам сейчас покажу, что это такое. То есть, если мы заходим в товар, смотрите, при наведении, наверное, часто видели такое в магазинах. Вот видите, я навожу на изображение, и справа у нас появляется такой прямоугольник. И колесом мыши, если я кручу, мы можем еще в этой области увеличивать данное изображение, чтобы рассмотреть детали. Также этот плагин позволяет еще кликнуть по изображению, что в всплывающем окне появилось изображение и есть стрелочки. Это если мы загрузили больше одного изображения, то тогда появляются стрелочки по бокам, и при клике мы можем просматривать в таком виде вот эти наши изображения. Или же мы можем кликать на эти изображения и просматривать их здесь. Потом мы можем кликать на это изображение здесь. То есть, все очень гибко, да? Поэтому увеличение колесиком ставим «Да». Оставляем тут 200 на 200. Так, остальное все оставляем как есть. В описании можно почитать об этом плагине. Нажимаем «Сохранить». Идем на сайт. Обновляем страницу. Как только обновили страницу, мы видим, у нас внизу появляются изображения. Итак, что мы имеем? Вот мы наводим, значит, мышку на изображение. Также колесико мыши у нас работает. Можем так переключаться. Можем кликнуть. То есть, все то же самое. У нас все получилось. Вы видите, как быстро я поставил плагин. Буквально произвел какие-то мелкие настройки. И у нас уже с вами вот такая вот мощная, можно сказать, галерея в продукте присутствует. Там есть еще один плагин, тоже интересный, но этот мне больше нравится. В своем курсе я более детально и подробно расскажу об обоих плагинах. В принципе, в рамках данного обзора это все, что я хотел сказать про товары. Конечно, это капля в море. Тут много чего еще есть интересного и вкусного, полезного. И давайте сейчас попробуем поставить плагин, чтобы подключить, например, платежную систему InterCass. Как это все вообще происходит. Выхожу из продукта и опять нам нужно поставить плагин. Переходим на расширение менеджер плагинов. И нам нужен плагин InterCass. InterCass мы также его перетаскиваем, загрузить, установить. Плагин успешно установился. Опять мы переходим на расширение менеджер плагинов. Вот он у нас наверху. InterCass, заходим. Сам плагин вообще настроить его просто здесь элементарно. Нам нужно, в принципе, всего два поля основных. Это ID магазина и секретный ключ. Также можно указать валюту платежа. А здесь мы удаляем USD, доллар и ставим RUB, потому что у нас пока стоит RUB. И здесь еще можно тестовый режим тестить сам компонент или тестировать режим InterCass. То есть это когда мы не хотим платить, но хотим посмотреть, как будет работать реально, когда человек покупает. То есть мы реально сможем отследить, как это будет выглядеть. То есть товар будет добавляться в список покупок. Приходить email. То есть будет приходить email на ваш электронный ящик, что кто-то оформил заказ, потом придет второе письмо. Если человек оплатил, то есть он его сначала оформляет, потом он выбирает способ, которым оплатить. То есть ему удобно, да? Он оплачивает товар и вам приходит еще одно SMS. И там вы уже смотрите. Товар обрабатывается. Мы эти письма с вами тоже создадим. То есть какое письмо должно прийти клиенту, когда он оплатил товар. Ему должно прийти письмо, например, ваш товар там обрабатывается. Ваш товар упаковывается. То есть там можно очень гибко все настроить. И где получить вот эти вот ID? Для этого нужно пройти вот на этот сервис interkasa.com, произвести здесь, в принципе, обычную регистрацию и настроить свой магазин. Там тоже ничего мудреного нет. Все на русском. Все настраивается легко. Потом вам выдаются вот эти вот ключи. Вы прописываете их без труда. Вот сюда ID магазина. Секретный ключ. И давайте я вам покажу, как это будет выглядеть на примере, когда мы это все сделали, подключили на моем сайте. Тут работает тот же самый магазин Joomla Kassa. И как это будет выглядеть, когда мы это все с вами подключим. Например, мы переходим в какой-то товар. Мы нажимаем на кнопку купить. То есть вы сейчас вот здесь вот видно, что у меня подключена та же самая интеркасса. Касса целесообразно будет пользователя зарегистрировать, когда он будет покупать товар. Поэтому здесь ему нужно заполнить поля имя, email. Страна, город, конечно, не обязательно. Это я уже от себя добавил. Итак, я заполнил тестового покупателя. Имя, тест, email. Страна, город указал. И я нажимаю на кнопку оплатить. И вот, что я вам хотел продемонстрировать. То есть перед человеком стоит выбор, как ему удобно будет оплатить товар. То есть после нажатия на кнопку купить, автоматически человека перебросит вывить адрес на вот этот шлюз interkassa.com. Здесь слева информация, сколько стоит продукт, название продукта, логотип также свой можете поместить. И здесь практически все платежные инструменты есть. Не хватает только WebMoney и Kiwi. Но Kiwi здесь у меня установлено, его сейчас нет. Периодически бывают там ведутся технические работы. И периодически отключается автоматически вот эта платежная система Kiwi. Она потом автоматически включается. Здесь я не сделал только WebMoney. С WebMoney там просто много нюансов, много заморочек. Но при возможности можно подключить сюда и WebMoney. То есть смотрите, как все здесь замечательно. Единственный, один, наверное, самый мощный недостаток. Interkassa берет 2,5% от суммы заказа за покупку. То есть система берет процент. Поэтому нужно учитывать это. Как процент поделить, там тоже можно выбрать. То есть в системе Interkassa человек полностью оплачивает процент. Либо пополам вы платите данный процент. Либо вы полностью на себя берете процент. То есть если вы на себя берете полностью процент. И сумма товара 3,100. То для конечного покупателя она останется такой. 3,100. Вы можете это заранее продумать. И просто увеличить чуть-чуть стоимость вашего товара. Чтобы оплатить комиссию. То есть здесь уже можно просто самому решить, как лучше сделать. От этих процентов никуда не деться. Чтобы вы не подключили Robocass или какие-то отдельные платежные системы. Вам все равно придется платить комиссию. От этого как бы никуда не деться. Поэтому это нормальные. Ну дальше уже все понятно. Например, человек выбирает Яндекс.Деньги. Я уже сейчас не буду оплачивать. Вот вам просто демонстрирую. Вы видите сумма. И здесь уже сумма прибавилась. То есть я в своей системе указал пополам. То есть половину платит клиент. Половину плачу я. И система сама определяет, сколько оплатить нужно покупателю. Денег всего. То есть если продукт стоит 3,100. То ему придется платить 3,312 рублей. И здесь уже ничего сложного. Он прописывает свой email и нажимает на кнопку оплатить. Но прежде он должен согласиться с условиями соглашения. С условиями системы. То есть он ставит здесь чекбокс. Кнопочка активно оплатить. И оплачивает. И вам тут же приходит уведомление на email. То, что клиент. Вся статистика будет видна в самом интернет-магазине вашем. В админке. Будет видно откуда человек. От какой у него email. Как его зовут. Номер телефона. Город. Страна. Если конечно вы в полях это укажете. То есть подробную статистику можно собрать. Также можно сделать, чтобы пользователь автоматически зарегистрировался в системе Joomel. В дальнейшем это может пригодиться. Когда у вас будет много покупателей. Можно сделать какие-нибудь информационные рассылки. Например, новый товар. Новая скидка. Акции. Это все пригодится потом. То есть все эти регистрационные данные вам пригодятся. Потому что у вашего магазина могут быть потом постоянные клиенты и так далее. На этом я заканчиваю обзор данного интернет-магазина для Joomel. Надеюсь, вам обзор был понятен, интересен. И немножко слов о будущем. Я начинаю создание данного видеокурса пошагово по данной системе. В этот курс будут включены абсолютно все нюансы. То есть с самого нуля. Вы сможете создать по моим урокам полноценный интернет-магазин профессиональный. В наше время сейчас уже не мудрено. Куда ни посмотри, везде интернет-магазины. Но если вы будете заказывать интернет-магазин, многим это может быть не по карману. Потому что это очень дорогостоящее решение. И поэтому для этих случаев я специально записываю данный видеокурс. Чтобы вы могли самостоятельно, конечно же вместе со мной, создать интернет-магазин под ваши товары или услуги. Просто следите за моими новостями. Можете подписаться на мой канал YouTube. Или смотреть за моим сайтом. Сайт мой. федоровасильев.ру Обязательно у меня будет анонс данного курса. Вы не пропустите. Возможно, в предрелизовые сроки я сделаю скидку на свой новый видеокурс. Там будет несколько тарифных планов. То есть, там будет интернет-магазин. И потом интернет-магазин с расширенными возможностями. Там по защите сайта от хакерских атак. По очень крутой карте сайта. По рассылке пользователям. Там очень много чего я запланировал сделать. То есть, будет курс очень мощным и интересным. Это я вам обещаю. На этом здесь все. И до новых встреч. Берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok